На конференции единороссы подвели итоги уходящего года. Здесь же обсудили проблемы региона и способы их решения. Напомним, на протяжении 2020 года партийцы совместно с правительством оказывали регулярную поддержку медицинским учреждениям. В законодательном собрании депутаты настаивали на увеличение финансирования сферы здравоохранения. Партийцами были организованы акции в поддержку врачей. Например, медицинскому персоналу был передан служебный транспорт, помогали службе переливания крови. Единороссы признаются, за три года система здравоохранения значительно улучшилась. К примеру, в Новоспасском районе заработал центр лучевой диагностики и инфекционный центр. На нашей базе получают медицинскую помощь жители пяти районов. В настоящее время мы работаем в качестве инфекционного центра. Мы как раз работаем на юрных. Плюс все анализы лабораторные по COVID-19 как раз с июня этого года делаются у нас. Средний объем в сутки – это порядка 150-200 исследований. С марта члены партии реорганизовали свою работу. Акцент был сделан в первую очередь на помощь людям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Однако не забыли и про тех, кто отважно сражался за честь и свободу страны. 70-летие Победы – очень серьезный проект. И мы весь год и сейчас в конце года в ручном режиме объезжаем наших ветеранов Великой Отечественной войны. Ни одного не забудьте. Всех поздравим. Но в течение всего года и труженики тыла, и дети войны, и ветераны Великой Отечественной войны, и вообще поколение старших наших с вами бабушек, дедушек, родителей, которые восстанавливали страну, которые прошли войну. Это тема особого внимания. Развитие городской среды – ключевая задача партии на предстоящий год. Запланировано благоустройство дворовых площадок, парков и скверов. По губернаторскому проекту обновляется пассажирский транспорт, ремонтируются дворы, парки, скверы. И как раз-таки развитие городской среды, максимально приближенной к местам проживания, и будет нашим приоритетом в следующем году. На 33-й конференции регионального отделения «Единой России» провели плановую ротацию президиума и полицсовета. Путем тайного голосования делегатов конференции был дополнен состав партии. К мероприятию также присоединился губернатор Сергей Морозов. Мы не просто партия власти, мы партия абсолютного большинства народа, который проживает на территории нашего региона. Мы отвечаем за благополучие каждого конкретного человека, каждого конкретного населённого пункта, каждого конкретного муниципалитета, региона, нас, значит, и страны в целом. В завершении конференции волонтёры, которые на протяжении года оказывали помощь горожанам, получили благодарственные грамоты от губернатора. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.